Нам надо сказать, молодец. Молодец, все сказал. Значит, сегодня речь пойдет о способах защиты от заболеваний, передающихся половым путем. По задумке сценариста, учительница биологии Леона Львовна раздает каждому по моркови и презервативу. Такой научный эксперимент. Но некоторые школьников отказываются использовать контрацептив, открыто заявляя. Я не буду этим заниматься. И так происходит не только в художественных фильмах. Многие в действительности пренебрегают способами защиты, а потом не просто жалеют об этом, но и расплачиваются всю жизнь своим здоровьем. Тяжело, тяжело, когда узнаешь о таком диагнозе. Тяжело. Ну, я начал спотеть, начал резко. И тело начало твердиться. Люди со скрытыми лицами и фамилиями – пациенты кожно-венерологического диспансера. Диагноз – сифилис. Болезнь, которая поражает кожу, слизистую, а также нервную систему, внутренние органы и даже опорно-двигательный аппарат. Но самое страшное, что порой человек о своем заболевании даже не догадывается. 65% симптомов проявляются в скрытой форме. Ну, как бы симптомов никаких не было, только вот то, что кровь. А состояние нормальное, стабильное, как бы чувствую себя нормально. Никак, не чувствую вообще ничего. Просто зрение упало. Сифилис по частоте встречаемости среди половых инфекций входит в четверку самых распространенных заболеваний в мире. Каждый день более одного миллиона человек подвергается какому-либо заражению через несощущенную интимную близость. Медики утверждают, при сексуальных контактах передается не меньше 30 различных бактерий, вирусов и паразитов. С наибольшей заболеваемостью связаны 8 из этих патогенов. Четыре из них в настоящее время излечимы. Это сифилис, гонорея, хламидиоз и трихоманиаз. Другие четыре инфекции являются вирусными и не лечатся. К ним относят гепатит B, вирус простого герпеса, ВИЧ и вирус папилломы человека. Терапия пожизненная, но она позволяет сохранить трудоспособность, позволяет родить здорового ребенка, если это женщина. Таким образом и продолжительность жизни сохраняется. Способов защиты от половых инфекций великое множество. Перезервативам отводят отдельное внимание и даже посвятили им дату в календаре – 13 февраля. Накануне Дня всех влюбленных парочкам как бы намекают – секс для здоровья полезен только в том случае, если здоровью ничто не угрожает. Валерия Белоусына, Щедрова, Василий Косилов. Новости на восьмом.